здравствуйте сегодня мы с вами поговорим об активных и пассивных банковских операциях говорим мы с вами как и в прошлый раз в рамках дистанционного обучения потому сейчас я проверю звук как работает ну а дальше будем разбираться с темы так ну что для начала надо разобраться с тем что такое банковские операции значит но определение здесь кстати очень хорошая данного банковские операции это сделки объектом которых могут выступать деньги цены и бумаги драгоценные материалы природные драгоценные камни систематически проводимые кредитные операции как банком россии так и его учреждениями в соответствии с принципом исключительной правоспособности ну и на основании чего то есть получается банковские операции это сделки объектом которых могут выступать вот перечисленные объекты то есть получается деньги цены бумаги драгоценные материалы природные камни драгоценные камни вернее ну и так далее и самое главное что все эти сделки они должны быть лицензированы банком россии значит все операции коммерческих банков коммерческих это значит тех деятельность которых направлена на получение прибыли являются пассивные операции пассивные операции это привлечение средств операции которые связаны с привлечением средств активные операции мы тоже будем рассматривать это операции которые связаны с размещением средств банка но есть еще активно пассивные это посреднические операции дело в том что на банк может выступать посредником сделка то есть он может не тратить свои деньги а выступать от имени своего клиента. Вот это посредническая сделка. То есть банк не свои деньги тратит, а тратит деньги клиента. Но нас больше всего интересуют, конечно, пассивные и активные банковские операции. Значит, что же такое пассивные операции? Ну, в принципе, коротко-то мы сказали, это операции по привлечению средств. Значит, ну а как это будет звучать на уровне определения? Значит, пассивные операции – это операции по формированию банковских ресурсов, которые имеют большое значение для каждого коммерческого банка. Ну, вторая часть фразы, она особого значения не имеет, но главное здесь у нас, что это операции по формированию банковских ресурсов, то есть операции по привлечению средств. Значит, дальше, ну, делятся банковские операции, пассивные банковские операции на депозитные, которые включают в том числе и получение межбанковских кредитов. То есть как банк может получить деньги, привлечь деньги? Он может привлечь деньги вкладчиков физических и юридических лиц на депозит. Он может получить кредит от других банков. Ну и кроме того, эмиссионные операции еще есть. Это операции, которые связаны с размещением паев, ну, если это кооператив, или ценных бумаг. Ну, ценные бумаги, например, в акционерном обществе акции. Хотя это не только акции ценной бумаги. Например, ценные бумаги – это еще и облигации, векселя, это все ценные бумаги. То есть получается, что когда банк имитирует, то есть вначале печатает, а потом продает, запускает в обращение свои ценные бумаги, то есть акции, облигации, векселя, там, долговые расписки свои, то таким образом банк тоже привлекает денежные средства. Дальше. Ну, здесь, в принципе, как раз детализируется то, о чем я вам только что говорил, что четыре формы существуют пассивных банковских операций. Значит, это первичная эмиссия ценных бумаг. То есть, когда ценные бумаги выпускаются в обращение. То есть, например, банк выпускает в обращение свои акции или облигации, или векселя, и при том они находятся в первичном обороте. То есть, когда они начинают перепродаваться, то это уже не является пассивной операцией. То есть, именно когда выпустили, привлекли деньги на счет, вот это пассивная банковская операция. Далее. Кроме того, отчисление от прибыли банка на формирование или увеличение его фондов. То есть, когда банк часть своей прибыли использует не в качестве прибыли, а вкладывает в свои резервные фонды. То есть, таким образом увеличивает свою надежность. Ну, естественно, самое такое распространенное – это кредиты и займы, полученные от юридических лиц. То есть, проще всего привлечь заемные средства, вернее, привлечь средства для развития капитала банка каким образом. Это привлечь кредиты, получить займы либо у юридических лиц, либо у физических лиц, либо у государства. Ну и, соответственно, депозитные операции. Депозитные операции – это операции, которые связаны с привлечением средств граждан на депозиты. Ну, не обязательно граждан, и юридических, и физических лиц можно привлечь средства на депозит. То есть, таким образом банк привлекает средства для своей деятельности. Теперь, что же представляют собой активные банковские операции? Значит, в пассивных банковских операциях банк привлекает средства, ну, а в активных, соответственно, он эти средства размещает. Получается, что пассивные операции банк деньги привлекает, в активных операциях банк эти деньги тратит. Значит, соответственно, активные операции – это операции по размещению банковских ресурсов. Ну, понятно, что их роль для банка тоже велика. Но для нас главное запомнить, в чем суть. Суть в том, что пассивные операции – это привлечение средств, а активные операции – это использование этих средств, и, соответственно, то, на что банк тратит свои средства, которые были им получены. Значит, активные операции тоже разделяются на четыре вида. Значит, получается судноучетные операции – это операции, которые связаны с выдачей кредитов. То есть, когда банк берет кредит, это пассивная операция, а когда он дает кредит – это активная операция. Дальше, расчетные операции – это когда банк осуществляет какие-либо, например, расчеты между организациями. То есть, когда банк таким образом вкладывает свои денежные средства. Дальше, кассовые операции. Ну, кассовые – они связаны с расчетными. То есть, когда банк выдает деньги. Если банк выдает деньги, то получается, что это тоже активная операция. В любой форме выдает деньги. Значит, инвестиционные и фондовые операции, опять же, заключаются в том, что банк вкладывает свои деньги в инвестиции, ну, в развитие производства, там, строительства, например, там и так далее. В торговлю тут не имеет права вкладываться. Ну, а фондовые – это когда банк покупает ценные бумаги и выступает игроком на бирже. То есть, когда, опять же, банк продает свои ценные бумаги, первичную эмиссию проводит, это пассивная операция, он так привлекает средства. А когда, соответственно, он покупает ценные бумаги, то это уже активная операция. Таким образом, он тратит накопленные средства. Так, значит, ну и далее. Четыре категории активов коммерческого банка. То есть, тех операций, в которых банк тратит накопленные им средства. Значит, первое – это кассовые наличности, такие же средства, как кассовая наличность, так? Ну, то есть, деньги, которые находятся в кассе. Дальше – инвестиционные ценные бумаги. Инвестиционные ценные бумаги, прежде всего, это акции. Но не свои акции, которые банк продает. Таким образом, привлекает средства, это пассивная операция. А те акции, которые банк приобрел, купил. Дальше – суды. Имеется в виду те средства, которые банк дал кому-то в долг. Потому что, если банк сам взял кредит, то это пассивная операция. Значит, ну и здание оборудования – это, конечно, актив, который не приносит такой явной прибыли. Скорее, он сберегает вложенные средства. Но, тем не менее, это тоже активы. То есть, банк вкладывает свои средства в закупку зданий, оборудования. Ну и, соответственно, таким образом банк тратит свои средства. Опять же, для чего? Для того, чтобы активные операции… Смысл их в чем? В том, что деньги надо потратить для того, чтобы потом заработать. Пассивная операция – это когда банк привлекает средства, чтобы потом их потратить, естественно. Дальше. Ну, активы банка бывают разных видов. Есть высоколиквидные активы. То есть, те активы, которые можно быстро сбыть, продать и быстро использовать. Это наличные денежные средства, средства на счетах в Центральном банке, облигации внутреннего валютного займа. Это те средства, которые можно быстро потратить. Значит, ликвидные средства. Ну, опять же, они, в принципе, по своей ликвидности, то есть, по возможности их реализовать, такие же, как высоколиквидные. То есть, их тоже можно продать, в принципе, в любой момент. Дальше. Активы долгосрочной ликвидности – это те средства, которые покупают надолго. То есть, они не дают сразу прибыли. То есть, если кредит до 30 дней, то он сразу фактически окупается. Если свыше, то, соответственно, срок может растягиваться на год и выше года. Ну, и малоликвидные активы. То есть, в них вложили средства, но окупаются они очень медленно. Это здания, сооружения и так далее. То есть, деньги вложили, а окупятся они не скоро. Далее. Активы, которые приносят процентный доход. Значит, коммерческие кредиты юридическим лицам. То есть, банк дает долг, деньги под проценты. Юридические лица организации должны эти проценты выплачивать. То есть, это приносит процентный доход. Значит, дали одну сумму, получили сумму с процентами. То есть, больше. Дальше. Коммерческие кредиты физическим лицам. То же самое, только речь о людях идет. Краткосрочные кредиты и депозиты в банках. Опять же, здесь речь идет точно о том же. То есть, банк дает средства и получает назад от этих средств процент. Ну и опять же, краткосрочное вложение в ценные бумаги. Ну, в принципе, такие более-менее дающие прибыль ценные бумаги. Это государственные облигации сроком на год. Ну, США выпускают облигации с погашением через полгода. Ну, у них доходы очень маленькие. Но, тем не менее, этот доход они дают. Значит, ну, в принципе, здесь мы видим с вами активы, приносящие доход. Денежные средства приносят доход, если их вложить в что-то. Купить ценные бумаги, недвижимость, акции, облигации. Разместить, в конце концов, на депозите в другом банке. Дальше, корреспондентские счета. Опять же, деньги, размещенные на счету, приносят доход. То есть, ты тратишь деньги, но при этом от того, что ты потратил, ты получаешь доход. Резервы в центральном банке. Ну, не ликвидный актив, конечно, но, тем не менее, эти средства банк может получить в всяких экстренных ситуациях. Например, в случае банкротства. Беспроцентные суды, а также просроченные суды, по которым не платятся проценты. Но, опять же, получается, что дохода они не дают. То есть, получается, вроде бы деньги дали, рассчитывали получить доход, но доход не получили. Ну, и капитальные вложения, они вкладываются на длительное время, на 10 лет, на 20 лет, строительство завода какого-нибудь. Естественно, что они окупаются очень медленно. Ну, да, вот корреспондентские счета, почему они не приносят доход? Потому что на них процента нет никакого. То есть, какую сумму положили, такую взяли. Резервы в Центральном банке, они тоже не изменяются, они лежат там, и банк может получить их только вследствие банкротства. И деньги, если их не потратили ни на что, они просто лежат в куче, то они тоже, естественно, доход не приносят. Ну, вот, в принципе, те моменты, которые мы должны были с вами сегодня разобрать. Ну, а задание вам по данной теме будет следующее. Значит, прослушали вы сейчас такую небольшую мою лекцию. А к следующему занятию вы должны будете составить ее конспект. Я думаю, что задание несложное, вы с ним легко справитесь. Всего хорошего вам. До свидания.